МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Забытые сумки, ложные сообщения о минировании и реальный взрыв, потрясший весь Ростов-на-Дону. Полицейские просят не поддаваться панике. Это мощная сила, которую тоже можно привлекать для охраны общественного порядка. Казаки в помощь. Ряды Росгвардии могут стать шире. Вопросы безопасности сегодня обсудили в Краснодаре. Во время контакта происходит. На море с рулеткой Краснодарское водохранилище готовится лечь под молоток ремонтников. Хочу стать гроссмейстером, мастером спорта. Переиграл недуг и теперь болеет за сестру. Пасхальный звон превратит безмолвную тишину в радугу звуков. Растут не по дням, а по часам. В Туапсинском районе на службу приняли десятки стражей воздуха. Сейчас плохие футболисты, плохие тренера, руководство проходит. Все плохо. Фанат познается в беде. Капитан Кубани призвал быть вместе с командой и в горе, и в радости. Вы смотрите «Вечерние факты» на телеканале «Кубань-24». Здравствуйте. Расскажу о самых важных событиях дня. Сегодня утром в Ростове-на-Дону сработала самодельная бомба. ЧП произошло на улице Социалистической, недалеко от школы. Бесхозный пакет обнаружил прохожий. Мужчина раскрыл его, внутри увидел фонарик. А когда попытался включить, прогремел взрыв. Мужчина получил осколочные ранения в живот и грудь, лишился кисти одной руки и нескольких пальцев на другой. Есть информация, что он житель Краснодарского края. Камеры наблюдения зафиксировали не только сам момент взрыва, но и того, кто предположительно оставил на улице бомбу. Сейчас его ищут полицейские. А следователи возбудили уголовное дело сразу по трем статьям. Позже еще одну улицу Донской столицы затянули красно-белыми лентами. Прохожий сообщили в правоохранительные органы о бесхозной сумке. Стражи порядка провели проверку и выяснили, угрозы для жизни нет. Сейчас школы города работают в штатном режиме. Тревожные новости. Вновь приходят из Санкт-Петербурга. Там утром обезвредили взрывное устройство в жилом доме. Пока работали полицейские, людей эвакуировали. И сегодня же Следственный комитет сообщил, задержаны несколько граждан Средней Азии, которые контактировали с Акбарджоном Джалиловым. Именно он привел в действие взрывное устройство в Питерской подземке 3 апреля. В результате теракта 14 человек погибли, более 60 пострадали. После теракта в Санкт-Петербурге градус напряженности в обществе. Только растет подозрительные предметы. Сегодня проверяли кинологи в Москве, Екатеринбурге и Омске. Не обошла эта волна и наш край. В Краснодаре днем жители многоэтажки на улице 40 лет Победы увидели на дереве часы. От них к веткам тянулись провода. И вызвали полицию, а сами в это время старались держаться в стороне. Стражи порядка оцепили детскую площадку. В ходе проведенной проверки с использованием служебных собак взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Часы оказались злой шуткой. И таким же черным юмором сегодня они пренебрегали в других кубанских городах. В Новороссийске полицейские отработали 4 вызова. Во всех случаях то, что оказалось опасным, на деле не более чем пустышка. А в Ейске эвакуировали детей из школы из-за того, что один из учеников оставил портфель. Краевое управление МВД просит всех жителей Кубани проявить сознательность и не провоцировать панику подобными имитациями кустарных бомб. Кстати, в уголовном кодексе нет различий между намеренно ложным сообщением о минировании и созданием предметов, которые изображают бомбы. И за первое, и за второе можно получить реальный тюремный срок до трех лет. А еще социальные сети запланили публикации, в которых неизвестные обещают новые теракты. Сложившуюся ситуацию полицейские называют не иначе, как массовой истерией. Просят не поддаваться панике. А если вы получили рассылку о якобы готовящейся атаке, сообщите в полицию или по телефону доверия Федеральной службы безопасности. Сейчас по всему краю действует полицейское усиление. В Краснодаре стражи порядка. Вместе с казаками патрулируют улицы города, торговые центры. Особое внимание аэропортам и вокзалам. Павел Кузнецов прогулялся по краевой столице и оценил меры предосторожности. Перед тем, как попасть на перрон железнодорожного вокзала Краснодар-1, все пассажиры и те, кто их провожают, проходят тщательный досмотр. Охрана проверяет карманы пальто и курток. Содержимое багажа и даже небольшое портмоне должно оказаться на ленте. К такому пристальному вниманию люди относятся спокойно. Трагедия в Санкт-Петербурге заставила быть на чеку каждого. В день через эти рамки проходит от 7 до 8 тысяч человек. Но эти цифры вырастут в разы, как только начнется курортный сезон. Детекторы реагируют на металлы, в том числе электронику. Но полагаются полицейские не только на технику, но и психологию. А разглядеть в толпе потенциального преступника можно по поведению. Бегающие глаза, да, это действительно люди, я же говорю, они при виде полицейского пытаются все-таки, скажем так, не попадаться ему на глаза. Пытаются отойти в сторону, дождаться определенного времени, чтобы уже когда полицейский отойдет в сторону или будет занят чем-то, чтобы пройти. За безопасностью горожан на вокзале круглосуточно следят и десятки камер. Вся информация с них поступает сюда, в дежурную часть. Задача людей здесь не отрывать глаз от мониторов, а в случае ЧП поднять по тревоге патрульных, пожарных и медиков. В свое время может позволить в видеозапись раскрыть преступление, совершенное на территории ЖД вокзала по горячим следам. Но защита от возможного ЧП все-таки должна быть многоуровневой, и человек в этой схеме не последний элемент. В митрополитене северной столицы избежать большего количества жертв позволил профессионализм машиниста, который не стал останавливать состав в узком тоннеле. Накануне губернатор Кубани потребовал от перевозчиков вспомнить и еще раз закрепить правила поведения в нештатной ситуации. Здесь с антитеррором, да, в усиленный режим идет строгий контроль. Обход составов, путеследования на стоянках, подводогонные оборудования. Все согласно приказу, осмотр бесходных предметов. Вокзалы, аэропорты, торговые центры и улицы кубанских городов. Под усиленный контроль взяты все места массового скопления людей. В курортном Сочи проверяют школы, детские сады и больницы. Осматривают подвалы и чердаки в многоквартирных домах. На помощь полицейским пришли тысячи казаков. Казаки не сослуживают совместно с сотрудниками полиции. Естественно, обращают внимание на брошенные вещи какие-то бывают. Стоят какие-то предметы посторонние, там на улицах где-то без присмотра. Ну, естественно, обращают внимание на граждан подозрительных, особо не внушающих доверие. Уже не за горами праздники. Пасха, Радонец, Первомай, День Победы. В крае для дополнительного обеспечения безопасности планируют задействовать 6,5 тысяч казаков. Меры предосторожности пригодятся уже в эти выходные. На Краснодарском стадионе пройдет футбольный матч чемпионата России между горожанами и столичным ЦСКА. По данным фанатских групп в социальных сетях, на игру планируют приехать более трех тысяч болельщиков. Руководство футбольного Краснодара уже обратилось к любителям футбола с просьбой воздержаться от пиротехники и соблюдать правила приличия. Павел Кузнецов, Евгений Берестев, Кубань, 24, Краснодар. По всему краю полицейские стараются успокоить население. И проверки тех, кто вызывает подозрения, один из способов обеспечить порядок. На вокзале Кропоткина, к примеру, полицейские проверяют все, без исключения междугородние автобусы. В поисках подозрительных людей прохранители заходят в салоны пассажирского транспорта и просят предъявить документы. Водитель, когда спрашивают, у вас нет документов? Пройдемте со мной, я сейчас буду смотреть по базе. Не оставляют без внимания и багаж, а в курортном Геленджике силовикам помогает большой брат. Сотни камер наблюдения подключены к специальной программе системы «Безопасный город», которая сама анализирует картинку и может дать сигнал тревоги, если вдруг появится дым, пламя или бесхозная сумка. Так как камера ведет круглосуточные наблюдения, и вдруг ниоткуда не возьмись появился предмет, который долгое время находится без движения, то есть сразу программа это сфиксирует, анализирует и выдает данные на компьютер оперативному дежурному. Курортному сезону возможности программы расширят. Она сможет распознавать номера машин и даже лица людей, которые находятся в розыске. В Анапе возле жизнедорожного вокзала также увеличено количество патрулей, а кинологи с собаками обследуют территорию. В Краснодаре сегодня жители не побоялись и вышли на митинг. Чистяковская роща не высказались против терроризма. Бороться с ним необходимо сообща. А еще вышедшие на митинг считают, что теракт в Петербурге и сегодняшний взрыв в Ростове только сплотили россиян. Инициаторами собрания выступили воины-интернационалисты. В рощу пришли 6 тысяч человек. Вопросы безопасности сегодня стали главной темой совещания, который провел главнокомандующий войсками Росгвардии Виктор Золотов. Участники встречи собрались в одной из воинских частей Краснодара. В обсуждении принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Росгвардия образована год назад. Процесс становления ведомства еще идет, но уже сегодня структура оперативно выполняет все возложенные на нее задачи. В частности, это охрана правопорядка. По словам Кондратьева, в этом вопросе сотрудники Росгвардии могут рассчитывать и на помощь казаков. Согласно планам, мы проводим поэтапно-реформированный войск Росгвардии. И на сегодня в полном объеме осуществлены мероприятия первого этапа. Это перевод и организация перевода в Росгвардии личного состава, переданных из министерства внутренних дел непосредственно в Росгвардии, а также личного имущества и недвижимого и недвижимого имущества. Созданы теперь органы в 84 субъектах Российской Федерации. В целом, процесс становления прошел безболезненно. Хочу благодарить за совместную работу, я считаю, очень качественную работу, очень оперативную работу. По поведению к тому является стабильность в нашем регионе, которая сегодня налицо. Знаю, что инициатива создания обструктуры ведомства казачьих формирований для нас очень важна. Мы поддерживаем в этом и край заинтересован в повышении профессионализма казаков. Это мощная сила, которую тоже можно привлекать для охраны общественного порядка и может быть все-таки в рядах Росгвардии. Сотрудники Росгвардии обеспечивали безопасность во время российского инвестфорума в Сочи. Всемирных военных игр в этом году будут участвовать в проведении Кубка Конфедерации, а также Гран-при России Формулы-1. Вениамин Кондратьев отметил, для края важно содействие силового ведомства и в обеспечении безопасности в детских лагерях и здравницах. В крае есть объекты, если так можно сказать, регионального значения, для нас очень важные, чтобы все-таки Росгвардия, вне ведомственная охрана, их тоже охраняла, это такие как детские лагеря и иные, где мы гарантируем своевременную оплату со стороны и муниципальных органов власти, и края, и бизнес-структур, которые владеют сегодня этими объектами. И если это возможно, все-таки расширить штат вне ведомственной охраны, для того, чтобы мы могли, помимо федеральных задач по охране, обеспечению охраны объектов, еще и туда включить региональные наши объекты. Одно из четырех главных управлений Росгвардии находится в Краснодарском крае. За содействие в выполнении задач, возложенных на ведомство, Вениамина Кондратьева наградили медалью. После совещания руководитель Росгвардии и губернатор края отправились на командную встречу дзюдоистов. Она прошла в спорткомплексе «Олимп». Побороться за кубок директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России и главы региона вышли спортсмены силового ведомства и Краснодарского края. Все они олимпийские чемпионы, мастера спорта, призеры отборочных соревнований. Виктор Золотов и Вениамин Кондратьев пожелали дзюдоистам удачи и победы. Внутри войска, а теперь уже войска Росгвардии, за долгие годы воспитали многих замечательных спортсменов, которые стали гордостью нашей страны и примером для нашей молодежи. Хочу сказать, что в Краснодарском крае очень много замечательных спортсменов и спортивных традиций. Сами соревнования – это возможность спортсмена показать то, чего он достиг за годы своего упорного труда. Ваша служба – это в первую очередь ответственность. Ответственность за мир и спокойную жизнь жителей как нашего Краснодарского края, так и всей страны. На ваших плечах лежит огромная ответственность обеспечить этот мир и эту спокойную жизнь, потому что вы всегда на передовой, на переднем плане борьбы с преступностью и беспорядка. Сегодня это очень важно для того, чтобы мы смогли сохранить стабильность в жизни. В командной встрече победу одержали спортсмены Росгвардии. На втором месте – команда хозяев. Кубки атлеты получили из рук Виктора Золотова и Вениамина Кондратьева. Подробнее о соревнованиях расскажут мои коллеги из программы «Факты спорт». Два десятилетия на страже бюджета. Контрольно-счетная палата Краснодарского края отмечает юбилей под пристальным вниманием надзорного органа, контроль за использованием государственной собственности и деятельностью бюджетных учреждений. Только за прошлый год специалисты палаты проверили более 150 государственных организаций и органов власти. Нарушение выявили на 11 миллиардов рублей. Сумма, сравнимая с казаной Краснодара. Палата стала универсальным инструментом внешнего государственного контроля на Кубани. Сегодня она по праву считается одним из лучших регулирующих органов в России. Специалисты контрольно-счетной палаты активно участвуют во всех этапах бюджетного процесса. В торжественной обстановке наградили главных виновников торжества, аудиторов. Государственных наград удостоился и председатель счетной палаты Юрий Агафонов. Его, а также его заместителя наградили медалями. Их вручал председатель законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бикетов. 20 лет это серьезный срок, который дал нам возможность проявить себя. И благодаря, наверное, отношению законодательного собрания и администрации, мы за эти 20 лет смогли встать на ноги и действительно занять, наверное, серьезное место в системе всех контрольно-счетных органов Российской Федерации. Я хотел бы от всего сердца поблагодарить вас лично, весь состав контрольно-счетной палаты Краснодарского края за ту позицию, которой вы занимаете и ту деятельность, которую вы проводите в рамках Совета контрольно-счетных органов при счетной палате. Вы действительно флагман. В планах работы палаты на 2017 год утрасли, которые нуждаются в особом внимании. Проверки будут проводить на объектах здравоохранения, образования и ЖКХ. На Крюковском водохранилище строители вышли на финишную прямую. Участок дамбы длиной 150 метров, который просел в прошлый четверг, восстановлен. Как рассказал исполняющий обязанности министра ГОЧС по Краснодарскому краю Сергей Капустин, сейчас строительные бригады укатывают вершины дамба. На восстановление потребовалось более 20 тысяч кубометров щебня, песка и каменных блоков. А сейчас эту смесь закрепляют так называемой цементной завесой, чтобы в дамбе не оставить ни одной щели. Работы ведутся круглосуточно. Это первый этап реконструкции дамбы. Второй начнется после исследования. С разных участков сооружения взяли пробы грунта, чтобы оценить в каком состоянии основание дамба. Реконструкция ждет и Краснодарское водохранилище. В этом году на ремонт потратят порядка 90 миллионов рублей. Деньги пойдут на модернизирование инженерных систем и укрепление береговой линии. Но к работам приступят не раньше лета. С чем это связано, знает Валентин Бекшаева. Она же со мной в студии. Валь, привет. Привет, Вероника. Сейчас в крае сезон паводков. И в Краснодарское море впадают несколько крупных бурлящих горных рек. Из них такие как Белая, Псикупс и Пшиш. И вот сейчас главная задача специалистов – следить за уровнем воды. И только когда паводок пойдет на убыль, они возьмутся за строительные инструменты. Так а сейчас уровень воды в норме? Ну, он немного превышает. Ее всего на 10 сантиметров. Но это прогнозировали еще задолго до паводков. И успели подготовиться. А как работает городское море? И почему главным инструментом инженеров стала рулетка? Расскажу в сюжете. Вооружившись обычной рулеткой, которых тысячи в строительных магазинах, Владимир Дорошенко отправляется измерять уровень искусственного моря. В период весеннего половодия делать это приходится каждые два часа. Такой ручной метод нужен для того, чтобы проверить правильность данных автоматических датчиков. Мы измеряем ручным способом с помощью рулетки. Рулетку опускаем до контакта с водой. Во время контакта происходит этот хлюк. Вот. И замеряем, соответственно, сколько получается. Замеры отправляют в центр мониторинга. Ежедневно сотрудники городского моря следят не только за уровнем воды, но и за состоянием дренажных защит и притоками рек. Это самое сердце Краснодарского водохранилища. Чтобы оно работало без перебоев, каждый год на объекте проводят реконструкцию. Готовиться к паводкам начали еще осенью. У водолаза исследовали дно. Специалисты отремонтировали напорное сооружение, водосбросы, инженерные системы. Тем самым вероятность аварии сократилась в 10 раз. Краснодарский комплекс Краснодарского водохранилища на сегодняшний день полностью подготовлен к пропуску паводковых вод. Установлено новое оборудование гидроприводов Краснодарского водохранилища. Тем самым мы обеспечивали синхронную и очень высококачественную работу основных затворов Краснодарского водохранилища. На Краснодарском водохранилище работает 5 затворов. По сути, это горизонтальные ворота. В день они пропускают необходимое количество воды. Например, сегодня сброс составляет более 300 кубометров в секунду. Кстати, эти показатели далеко не максимальные. Безопасный объем сброса воды для населенных пунктов превышает эту цифру больше, чем в 4 раза. А это значит, бояться выхода Кубани из берегов оснований нет. Тем более, за системой затворов пристально следят. В помещении управления воротами все автоматизировано. И роботов тоже нужно контролировать. Для этого на Искусственном море круглосуточно дежурят аварийные бригады. Если есть какая-то ошибка, загорается на дисплее красным цветом. Ошибка какая. И уже потом устраняется, соответственно, операторам. Ну, бывает, если застревают у нас бревна. Мы вызываем Кубань-Спас. И они уже достают, распиливают. Основной пик паводков на Кубани ожидается на май-июнь, говорят специалисты. На случай чрезвычайной ситуации в крае подготовлено более 600 эвакопунктов. Они смогут принять около 130 тысяч человек. Но эксперты надеются, что такие крайние меры не понадобятся. Валентина Бекшаева, Артур Завада, Кубань-24, Краснодар. Валь, Краснодарское водохранилище ввели в эксплуатацию в 1975 году. Ему сейчас больше 40 лет. А вообще срок годности у него какой-то есть? Ну, конечно, оно было построено с учетом того, что все механизмы и системы будут работать не меньше века. Конечно, это при грамотной эксплуатации и должной охране. Краснодарское водохранилище входит в список потенциально опасных объектов. И там своя строгая пропускная система. Даже нашу съемочную группу упустили на территорию только после тщательного досмотра. Валь, спасибо. Стоимость вывоза мусора повысится со следующей недели. Пока изменения коснутся только жителей Краснодара. Единый тариф уже утвержден региональным департаментом цен и начнет действовать с 15 апреля. В стоимость теперь входят не только сами услуги по вывозу, но также и расходы на возмещение негативного воздействия на окружающую среду. Ранее эта статья не была включена в тариф. Ее самостоятельно вносили компании и предприниматели. Теперь и этого требует федеральный закон. Платить за ущерб природе обязан каждый. Как отметили власти, эта мера позволит решить давние мусорные проблемы краевого центра. Кроме того, не позволит возникать стихийным свалкам. В любом случае, итог платежки после введения услуги по ТКО у каждого будет свой. Но в принципе, по нашей оценке, он не превысит для большинства населения города Краснодара 17 рублей с человека. Как отметили специалисты, в среднем рост тарифа не превысит 1%, а в некоторых случаях, напротив, понизится. К примеру, если в квартире площадью 60 квадратных метров прописано 3 человека, то оплата вырастет на 38 рублей в частном доме такой же площади и с таким же количеством людей чуть больше, чем на 35. А вот одинокий жилец квартиры площадью в 33 квадрата станет платить меньше, чем раньше. Напомню, с 1 января в силу вступил новый федеральный закон о ТБО. Теперь за сборы и утилизацию мусора должен отвечать региональный оператор, который заключает договор с властями субъекта России. Также изменилась и схема начисления стоимости услуги. Если раньше ее рассчитывали в зависимости от площади жилья, то теперь это будут делать по нормативу на каждого прописанного в квартире или доме человека. Добавлю, что вывоз отходов из муниципалитетов будет осуществляться на лицензированный полигон. Он расположен в районе хутора Капанцкого. Эта территория, заявили эксперты, отвечает всем требованиям закона и включена в государственный реестр. Масштабная спецоперация развернулась сегодня в Астрахани. Там удалось ликвидировать вооруженных бандитов, которые расстреляли пост Росгвардии. Атака произошла ночью. В результате ранения получили трое силовиков. Все подробности ЧП знает мой коллега Артем Васенко. Он уже в студии. Артем, здравствуй. Добрый вечер, Вероника. Нападавшие подъехали к посту Росгвардии примерно в час ночи. Из автомобиля вышли трое мужчин и открыли стрельбу по силовикам. Ответным огнем был уничтожен один из преступников. Еще один получил смертельное ранение. Но ему и его подельникам удалось скрыться. Но спустя пару часов предполагаемых убийц обнаружили в промзоне недалеко от города. При приближении правоохранителей вновь открыли огонь. Итог спецоперации. Четверо бандитов ликвидированы, двое арестованы. Артем, но это же не первая за неделю нападения на полицейских в Астрахани. Эти два случая как-то связаны? Скорее всего, по данным следствия, уничтоженные бандиты причастны к расстрелу сотрудников ГИБДД в минувший вторник. Напомню, тогда подозреваемые подстроили аварию, чтобы расстрелять прибывших на место полицейских. Основной мотив нападения – неприязнь к стражам порядка. О других новостях страны и мира расскажу через секунду. Страшное ДТП под Рязани унесло жизни двух человек. Еще больше 30 получили травмы. Среди них, по меньшей мере, 8 детей. Авария произошла на федеральной трассе Каспий. Там столкнулись грузовик и пассажирский автобус, который вез людей из Москвы в Элисту. Сейчас у правоохранителей несколько версий случившегося. Водитель фуры либо уснул за рулем, либо пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Теперь он в реанимации в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. А в Новой Зеландии под угрозой остаются жизни десятков тысяч людей. Всех их пришлось эвакуировать из-за наводнений, которые вызвал тропический циклон Дебби. Стихия ударила сразу с двух сторон, по северной и южной частям страны. Реки вышли из берегов, многие дороги перекрыты оползнями. Кроме того, велик риск землетрясения. Метеорологи уже заявили, природные бедствия такого масштаба случаются раз в 500 лет. Угроза наводнений, провоцируемых циклоном Дебби, все еще чрезвычайно высока. Так что эвакуированные люди пока что не смогут вернуться в свои жилища. Пока о жертвах стихии ничего не сообщают, известно только, что спасатели ищут мужчину, которого унесло речным потоком. Маугли Ридьярда Киплинга сошел со страниц известной книги. Вот только в реальности воспитанником обезьян оказалась девочка. В лесах Индии полицейский нашел 8-летнего ребенка, который комфортно чувствовал себя в окружении диких животных. А вот человека девочка испугалась. И как же тогда удалось забрать ее у приматов? Макаки свою воспитанницу отдавать не хотели, всячески сопротивлялись и кричали. Тогда полицейский позвал на помощь своих коллег. Вместе им удалось вырвать из диких лап маленького человека. И как сейчас чувствует себя девочка Маугли? Как пишут в СМИ, ребенка доставили на осмотр в больницу. Она не может произнести ни слова и человеческую речь, похоже, не понимает. Но врачи уже заявили об улучшении состояния ее здоровья. А в Латвии средства массовой информации покорил черный кот. Усатый перешел все границы и запрыгнул на стол во время прямого включения мэра Риги Нила Ушакова. Градоначальник отвечал на вопросы телезрителей, но это не остановило хвостатого беспредельщика. Хлебнув из чашки политика, кот отправился за кулисы. Известно, что в Рижской ратуши живут два кота. Несколько лет назад Ушаков взял их из приюта. Однако окрас этих кошек не совпадает с нынешней телезвездой. А вот в Москве животные получат свою минуту славы не случайно. На ежегодном параде трамваев старинный вагон 19 века запрягут лошадьми. С конного вагона начиналась история общественного транспорта столицы. Экспонат восстановили по фотографиям и сохранившимся документам. Понятно, что гвоздем программы станет конный вагон. Но в Москве любят и различные новинки техники. Что покажут на этот раз? Организаторы планируют удивить москвичей гостей столицы трехсекционным низкопольным вагоном «Витязь-М». Всего же на выставке продемонстрируют 16 трамваев. Спасибо, Артем. Движемся далее. Школьники из Геленджика отправились по местам ожесточенных боев. В памятнике истории посетили ученики, которые победили на городской викторине Кубань в году Великой Отечественной войны. Один из победителей, пятиклассник Михаил Иванник, и сам бы мог проводить экскурсии. С маленьким знатоком истории познакомилась Ксения Ермолаева. Миша играет на гитаре, увлекается шахматами, любит поэзию, но самая большая его страсть – история. До Древней Греции и Рима руки пока не дошли, зато о своем родном крае, Краснодарском, он знает абсолютно все. Это все началось, наверное, с класса четвертого, когда у нас, как более подробно, начался такой урок, как кубановедение. В пятом классе я участвовала в Олимпиадах. Я вот смотрю, что он заинтересовался, например, вот этой Великой Отечественной войной, и предложила, говорю, Миша, давай мы с тобой в библиотеке начала брать книжки. Смотрю, он с удовольствием их прочитывает, он мне их как бы, как может, пересказывает, и вижу, что есть очень огромный интерес. Участвовать в викторине – тоже идея Мишиной мамы. Случайно увидела объявление в газете и предложила сыну попробовать. Так о маленьком историке услышали во всех школах Геленджика. Его знания удивили даже учителей, потому как некоторые вопросы были довольно каверзными. Чтобы ответить правильно на вопрос, на какой день Геленджик был объявлен на военном положении, нужно было работать в архивах. Ну а кто такие ночные ведьмы, знают ребята все. Так что вопросы были разного уровня. В награду за свои знания ребятам разрешили весь апрель ходить на экскурсии. Каждую субботу что-то новое и интересное. Уже успели съездить в Кабардинку. Там юные знатоки поднялись на холм, где располагались орудия батареи капитана Андрея Зубкова. Его бойцы контролировали всю акваторию Цемесской бухты, помогая защитникам Новороссийска. А еще школьники посетили мемориальный комплекс в поселке Мысхака. Там расположен знаменитый монумент «Взрыв». Он создан из осколков снарядов, авиабомб и мин. Бои здесь были страшные. И вот эту долину после этого моряки так и стали называть. Долина смерти. На очереди Крымск, а затем самый большой музей под открытым небом в Темрюке. Миша Иваник в это путешествие собирается не с пустым. Багажом знаний берется за учебники. Есть у маленького мальчика большая мечта – стать военным. Потому что военность защищает родину. Ксения Ермолаева, Александр Брыксин, Кубань, 24, Геленджик, Новороссийск. Подарить детям радость, услышать звуки этого мира теперь может любой взрослый. В крае стартовала благотворительная акция «Пасхальный звон». Ее проводит фонд «Край добра» специально, чтобы помочь своим подопечным услышать голоса родных, шум города. По всему краю на протяжении трех недель будут проходить выставки, где любой посетитель получит возможность поддержать маленьких жителей Кубани. Вырученные средства фонд направит на покупку слуховых аппаратов, коклеарных имплантов и ФМ-систем. Подробнее о том, кто сегодня нуждается в помощи, расскажет Нина Львосканян. Меня зовут Лера. Лера. Мне два года. Двухлетняя Лера Кузьмина с радостью бы повторила слова бабушки. Но детские уши не улавливают всех звуков с рождения. У девочки двусторонняя сенциневральная тугоухость. Иными словами, ребенок слышит только обрывки фраз из-за этого. И первые слова в жизни даются с большим трудом. Тяжелое заболевание Валерия вместе со своим старшим братом Давидом унаследовали от родителей. «Что ты запомнила весне из рассказа?» «Что предают птицы на дугу». Старший брат для Леры, как пример, победить недуг можно. Ведь у Давида тугоухость еще большей степени, чем у сестры. Он практически ничего не слышал. Но благодаря кахлеарному импланту и ФМ-системе, которую приобрел благотворительный фонд «Край добра», мальчик смог начать новую жизнь. Перейти из немого мира в тот, что полон звуков. Ребенку помогли логопеды и сурдопереводчики. Они познакомили его с буквами, цифрами, а главное – поставили речь. После этого Давид смог пойти в первый класс в обычную школу. Он наравне со сверстниками, а в некоторых моментах даже лучше их осваивает программу «Общеобразовательные школы». Это тяжелый ежедневный труд – занятия с сурдопедагогами, с логопедами, с психологами. Занятия, направленные на общее развитие. Давид уже давно не чувствует, что отличается от других детей. Он играет на фортепиано, занимается теннисом и шахматами. Хочу стать гроссмейстером, мастером спорта. И что будет, когда ты им станешь? Я буду учить детей. Я буду учить казничьи. А вот младшая сестра Валерия пока не способна рассказать о своих мечтах. Но открыть мир фантазии ребенка можно. Для этого нужны слуховые аппараты на оба уха стоимостью почти 200 тысяч рублей. Таких денег в семье нет. В этом возрасте она впитывает каждый звук, каждое слово, каждую буковку. Конечно, я очень прошу, чтобы нам помогли с покупкой этих слуховых аппаратиков для нее. И, конечно, чем быстрее, тем лучше. Чтобы она уже скоро пойдет в сад, чтобы в саду могла полноценно общаться с детьми. Помочь Лере Кузнецовой и другим слабослышащим детям Кубани просто. Для этого достаточно отправить СМС со словом «Счастье» на номер 7715. Также сделать пожертвование можно на официальном сайте благотворительного фонда «Край добра». Нинель Васканян, Александр Брыксен, Кубань, 24, Новороссийск. Строенные хвойные аллеи обосновались в поселке Новомихайловском. Несколько десятков туй и пятиметровых берез посадили возле местного дома культуры. Деревья стали подарком к 80-летию Краснодарского края. Юбилей регион отметят в сентябре, но презенты принимают уже сейчас. Приехали зеленые насаждения из краснодарского питомника, окопали и сажали аллею представителей краевой и местной властей. Жицы, березы и туй будут по соседству с другими хвойными и лиственными. Территория парка около 20 тысяч квадратных метров. Мне очень бы хотелось, чтобы мы не только здесь, в этой замечательной парковой зоне, сегодня посадили деревья, но и продолжили это делать на протяжении всего этого года и последующих. Также и на землях лесного фонда, восстанавливая, поддерживая ту природную среду, которая у нас есть. Такие зеленые акции проходят по всему региону. Напомню, что 2017-й назван годом экология. В его рамках в крае реализуются проекты по озеленению территорий и восстановлению лесного фонда.